Здравствуйте! Это выпуск новостей в студии Марины Симонова. Сегодня вузы Республики опубликуют окончательные списки абитуриентов. Вторая волна зачисления завершается. Студентами станут те, кто успешно сдал ЕГЭ. А вот как сделать единый госэкзамен еще более совершенным? Такой опрос проводит Рособорнадзор. Забор предложений и пожеланий продлится до 10 августа. Что думают о ЕГЭ в наших школах и вузах, узнали наши корреспонденты. Мнением россиян на тему «Как сделать ЕГЭ лучше» Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки интересуется ежегодно. Это своеобразная книга отзывов и предложений. Есть, что в нее вписать и нашим педагогам. Одно из предложений – более тщательно продумывать тестовые вопросы. Когда был вопрос, какого цвета обои в комнате Родиона Раскольникова, мне как учителю это понятно. Желтого, потому что там психическое расстройство. А детям зачем это? Или сколько раз луна повторяется в романе «Преступление и наказание». А некоторые бывшие одиннадцатиклассники и вовсе считают, тесты знания совсем не показывают. Ответ можно не знать, а угадать. Куда важнее непосредственное общение между экзаменатором и учеником. Когда именно профессионал смотрит на ученика и уже видит его знания, его потенциал, а не то что, просто по листочку определяет и не знает, что на самом деле человек себя представляет. Вдруг он переволновался или что-то забыл. Неоднозначное отношение и к разделению ЕГЭ по математике на базовый уровень и профильный. Представители высшей школы предлагают свой вариант проверки знаний. На мой взгляд, отказаться от этого нужно. То есть нужно все-таки, чтобы все сдавали один предмет ЕГЭ по математике. Но в этом предмете, чтобы были, скажем так, два варианта. Чтобы минимальный какой-то балл получить, можно было сдав, так сказать, какой-то несложный первый этап. А чтобы, если больше ты хочешь получить баллов, то надо пройти как бы следующие этапы, но в рамках одного предмета ЕГЭ. Отправить предложения в Рособорнадзор можно до 10 августа по электронной почте, а после их изучат, обобщат. Самое интересное выставят на интернет-голосование. Изменения в ЕГЭ, которые будут введены в следующем учебном году, будут обнародованы до 1 сентября. Илья Вихарев, Максим Кузнецов, телеканал «Моя Удмуртия». В республике продлят программу «Земский доктор». Она действует уже 5 лет, и за это время в сельских больницах появилось 400 молодых специалистов. Наш корреспондент Дмитрий Вороновнин решил подвести и другие промежиточные итоги программы. А для этого вместе с главой республиканского Минздрава отправился в Болезинскую районную больницу. Коренная болезинка Ольга Касимова – врач потомственной. Ее мама всю жизнь проработала в местной больнице, и именно глядя на нее Ольга твердо решила, тоже станет детским стоматологом. Пять лет назад, окончив Ижевскую медакадемию, вернулась в родной поселок. Считает, ей очень повезло, что именно тогда, в 2012-м, в Удмуртии заработала программа «Земский доктор». Как пришла на работу, сразу программа такая, оказывается, есть, и все, теперь миллионер. Никогда не пожалела я о том, что я выбрала медицинскую профессию, особенно то, что я детский стоматолог, потому что дети – это радость, счастье, солнце. А вот коллега Ольги – врач-диагностик. Денис Аждихин болезинским миллионером стал лишь месяц назад сам из Пермского края. Ведь сновь вместе с женой окончили местный медицинский вуз и очень заинтересовались условиями программы «Земский доктор» в Удмуртии. Теперь с супругой, она – врач-терапевт, работают бок о бок. Для селян быстро стали своими очень уважаемые в поселке люди. Приехали, устроились на работу. В принципе, работа нам нравится, все нас устраивает. И в дальнейшем планируем, скорее всего, остаться здесь. Точно так же про себя могут сказать сотни молодых врачей. За пять лет в Удмуртии по программе «Земский доктор» работать на село приехали 393 медика, получив подъемные каждые по миллиону рублей. И только 17 из них досрочно отказались от участия в программе и вернули деньги. По прогнозам Минздрава Удмуртии в этом году работать в сельскую местность поедут 25 молодых специалистов. Причем, если желающих будет больше, то в ведомстве предлагают внести поправки в бюджет и увеличить количество квот. Для республики это важно. В этом году мы с каждым главой муниципального образования подписали соглашение трехстороннее. Минздрав, глава Болезинского района и главный врач районной больницы, в котором прописали обязательства. Самое главное, как помочь осуществлять главам муниципальных образований полномочия по созданию условий для оказания медицинской помощи. А именно такие полномочия сегодня на них возложены. Это и налоговые льготы, это и дополнительные меры социальной поддержки медицинских работников, которые живут сегодня на селе, это и обеспеченность транспортной доступностью. По словам министра, острый кадровый голод благодаря программе «Земский доктор» в Удмуртии ликвидирован, и более того, на селе сейчас укомплектованы с врачами выше, чем даже в некоторых городах, потому что республиканское правительство и продлило программу «Земский доктор» еще на пять лет, до 2021 года. Дмитрий Вороновин, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». Оценку предвыборной ситуации в Удмуртии дал член Совета Ассоциации по защите избирательных прав и гражданский контроль Олег Иванников. Эта ассоциация наблюдает за выборами во всех регионах России. По словам эксперта, Удмуртия всегда отличается высокой электоральной уверенностью. На выборы здесь традиционно приходит около 40% избирателей, и в этом году, отметил Олег Иванников, ситуация перед выборами в нашей республике более спокойна, чем во многих других регионах. Напомню, выборы в Госдуму страны пройдут 18 сентября. Как раз в эти дни жители Удмуртии формируют списки наказов участникам предвыборной гонки. Любой желающий может лично обозначить свое видение развития республики, предложив будущим депутатам идеи и пожелания. За этим круглым столом в администрации Первомайского района Ижевска накануне собрались активные и авторитетные люди. Руководители предприятий, депутаты, представители общественных организаций города. Спорили, обсуждали, оценивали перспективы, готовя поручения будущим депутатам Государственной Думы. Главные приоритеты в развитии Ижевска, как и любого другого современного города, это возможность людям комфортно жить и работать. Для этого нужны доступная медицина, качественные услуги ЖКХ, современные школы и детские сады. В списке наказов большой пласт вопросов касается благоустройства. Активисты уверены, Ижевску жизненно необходимы парки, скверы, зеленые зоны. Те места, которые у нас отведены сейчас, скажем, под сквером территории Первомайского района, они находятся в ненадлежащем состоянии. Людям, в частности даже молодым мамам с детьми, просто детям негде даже выйти погулять. И, естественно, то поручение, которое мы планируем дать будущим депутатам Государственной Думы, это будет очень интересно и позитивно с точки зрения развития саму района. Среди других наказов – проведение мероприятий по санитарной очистке городских лесов и парковых зон, своевременный вывоз мусора. Много проблем, касающихся благоустройства, накопилось и в частном секторе города. Сегодня уже скомплектовался целый комплекс проблем, которые город хотел бы решить, используя свой потенциал депутатов. С удовольствием я читала те пункты, предварительные, которые нацелены на решение проблем, которые касаются в том числе вопросов частного сектора. Это и водоотведение, это и освещение, это благоустройство улиц, дорог. И, кстати, свое участие в развитии столицы Удмуртии в эти дни может принять каждый ежевчанин. Поручение будущим депутатам Государственной Думы горожане могут направлять на сайт администрации Ижевска. Его адрес – ish.ru. В Ижевске расцвел необычный сад. Место отдыха появилось в Ленинском районе, около комплексного центра социального обслуживания населения. Новый сад уже назвали садом ощущений. Почему, объяснит Елена Буховская. Цветок на ощупь каждому напомнил любимого домашнего питомца. Такой же мягкий и пушистый, как любимый щенок или котенок. Игра в сравнение – этап психологического тренинга. Его проводят специалисты соццентра для тех, кто сегодня находится в тяжелой жизненной ситуации. Среди них много детей. Как раз они нюхают цветы, слушают музыку, трогают деревья и голыми ногами ходят по камням и сену. Вода хорошая, теплая, даже чуть-чуть прохладнее. Я хорошо живу, мне нравится вот там ходить, чувствовать ногами. Этот необычный сад уже назвали садом ощущений или зеленой терапией. Здесь можно не только смотреть на предметы, разрешено потрогать и даже полизать. Такое сенсорное общение с предметами или растениями развивают все чувствительные органы человека. Зрение, слух, обоняние, осязание, вкус – уверены психологи. Как раз они разделили зеленую сенсорную площадку на три зоны – созерцательную, игровую, исследовательскую. Вообще проходит под темой «вижу, слышу, чувствую», поскольку когда мы целенаправленно развиваем сенсорное восприятие, дает хороший скачок в эмоциональном развитии и в интеллектуальном развитии. Натуральные камни и древесина, свежая сена, прохладная вода и приятная музыка. В антистрессовом саду учили все, своя психология даже в цвете предметов. Цвет он может как успокаивать, например, холодный, фиолетовый, голубой или белый, а может также активизировать наше сенсорное восприятие, такое как оранжевый, красный, желтый. Ну и звуковой интерес проявляется, когда мы, например, подходим к фонтану. Ведь фонтан – это вода, вода – это жизнь. Фонтан, специальные сенсорные модули, растения, натуральные материалы закупили на грандовские деньги. Сад ощущений победил в городском конкурсе соцпроектов. Почти полгода придумывали, каким он будет, разбили сад за две недели. Каждый день здесь ждут гостей, особенно необычных – детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Для них в саду ощущений проведут тренинги и психологические занятия. В эти дни жители республики загадывают самые заветные желания. Над Удмуртией звездный дождь. И в этом году он обещает стать самым ярким за последние годы. Сколько падает звезда и как запечатлеть это мгновение, расскажут наши журналисты. Ижевчанин Георгий Мартыненко фотографией увлекся еще в школе. Сначала, говорит, это было просто хобби, сейчас практически переросло в профессию. А фотоаппарат стал верным спутником во всех путешествиях. Сейчас Георгий занят поисками подходящего места для съемок звездопада. Лучше всего его будет видно в ночь на 12 августа. Опыт есть. Год назад Георгий снимал звездное небо на Дыжевском и Крымом. Так что знает, теперь все, что нужно для отличного кадра – хорошая погода и терпение. Она должна происходить вдали от города, где поменьше света, чтобы поймать свет звезд. И происходит она на долгой выдержке. То есть кадр делается секунд 30-40, и то может доходить до нескольких минут. Астрологи объясняют, метеорный поток введен уже сейчас. Начался он 17 июля и закончится 24 августа. А его пик придется на следующую пятницу. Самое время загадывать желания, если, конечно, в это верить. Я бы загадала игрушку фербика. Раньше загадывали желания, пока маленькие были. Ну, не совсем сбывались. 12-го, если будет звездопад, постараемся обязательно посмотреть и загадать желания. И сделать это нужно очень быстро, предупреждают астрологи. На то, чтобы сформулировать свое желание, звезды дают меньше секунды. По поверьям, надо успеть загадать желание, пока горит сама звездочка. Ответы – это всего лишь доля секунды. Этот звездопад ожидается самым ярким за последние 7 лет. И при хорошей погоде ночь на 12 августа претендует на звание «Самый романтичный этого лета». Мария Шершова, Максим Кузнецов, телеканал «Майотмуртия». И у меня на этом все. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»